Стоимость оформления рабочей визы одному сотруднику в Эмираты в среднем занимает от полторы до двух тысяч долларов. И это в целом немалые вложения, учитывая, что человек к тебе привел твой HR, который провел с ним одно, два, три интервью. Итак, конечно, дополнительным бонусом иногда для сотрудников, и предприниматели это допускают, является наличие собственной визы. Рабочий, husband визы, либо он говорит, да я поработаю на туристической визе, и ты такой, о, ну круто. Да, поэтому расскажу вам на этот счет одну историю. Как-то в нашу туристическую компанию наш HR нанял семейную пару. Муж и жена, ее в администратора, она занималась оформлением контрактов с сапплайерами, а он стал моим водителем. Это такой взрослый, седой дядька, я молодой парень, у меня, собственно, водитель, причем вот такого преклонного возраста, и, конечно, я сразу же им проникся. Поэтому, когда стала идти речь об оформлении им рабочей визы, он со мной поделился, что он работал до этого в другой компании, и с ним плохо обошелся предыдущий владелец, не заплатил ему зарплату, бонусы, комиссию. И вот он сейчас с ним судится, и поэтому процесс оформления новой визы займет время, и пока у него есть та виза, пока он судится. В общем, я в итоге согласился, потому что мы стали хорошо общаться, они приходили к нам домой, мы подружились, и я перешел эту грань. Проработали они где-то в среднем год, через год я стал замечать, то он опаздывает, пропускает, то она, потом HR принесли мне распечатку того, что она в рабочее время уже начала рассылать свое CV в другие компании, стала потихоньку переадресовывать какую-то переписку с рабочего, имела себе наличные, и, естественно, это привело к их увольнению. Ну и что вы думаете? Вроде бы хорошо разошлись, я их уволил, объяснил почему, конечно, был небольшой скандал, недоумение. Через полгода ко мне прилетает повестка в суд, они меня вызывают в суд по причине того, что я им не платил зарплату целый год. Ну, так написано в документе, огромная сумма, я недоумение, а вернее, даже больше с уверенностью, иду в суд на первое слушание, и объясняю, что, а кто это? Я говорю, они у меня не работали, я им платил комиссионные, вот у меня есть оформленные документы, то есть каждый раз выдавая им наличными зарплату, потому что я не мог ее переводить официально, я оформлял ресит, они его подписывали о том, что да, получили, да, получили. Я говорю, как же, они говорят, что они ничего не получали, а он у меня официально не работал, она у меня официально не работала, я им платил сдельно, вот за какую-то конкретную работу. И, конечно, был 100% уверен, что, ну, невозможно проиграть суд, где официально люди на меня не оформлены, потому что, если бы они были оформлены, конечно, зарплату я должен был бы официально переоформлять. История закончилась тем, что я через полгода проиграл сумму, и должен был выплатить всю сумму, которую они написали в жалобе, должен был выплатить все судебные издержки, и имидиэт ли, как говорится, сразу же, как только я проиграл суд, ко мне пришли судебные приставы, которые со мной хорошо поговорили, договорились, я им тоже рассказал всю историю, они покачали головой и говорят, ну, а что ж ты, нужно было все равно настоять на оформлении рабочей визы. Поэтому обязательно введите свой документооборот в компании правильно, четко следите за тем, как ваш HR нанимает сотрудников, как оформляются визы, и лучше пройдите этот процесс вместе с ней сами, для того, чтобы вас никто потом не мог обмануть. Удачи!